Здравствуйте. Это вторая лекция по курсу линейного программирования. Я напомню, в прошлый раз мы остановились на базовых определениях. В частности, мы определили, что такое полиэдр, что такое конус и что такое многогранник. Я напомню, что полиэдр – это у нас пересечение конечного числа замкнутых полупространств, а для многогранник у нас есть два определения. Это выпуклая оболочка конечного числа точек или ограниченный полиэдр. Неочевидно, что это одно и то же. И сегодня мы в том числе обсудим, почему это так. Нам понадобится понятие суммы Минковского. Вообще, это в особенности в анализе, связанном с выпуклостью, с выпуклыми телами, с интегрированием. Это очень важная операция. И с суммированием по Минковскому связаны очень важные достижения математики XX века. Это неравенство Минковского, задача Минковского в равнии Мунджиампера и прочие такие вещи. Для нас, для этого курса, это понятие важное, но так все-таки не из самых приоритетных, поэтому мы сейчас его быстро обсудим. Подробнее немножко поговорим чуть позже. Про суммирование Минковского и про смешанные объемы. Вот определение вы видите. У нас есть два множества, и сумма – это просто множество, состоящее из возможных сумм точек из двух этих разных множеств. Берем точку из первого, берем точку из второго, и тогда их сумма принадлежит сумме Минковского. Полезно посмотреть разные простые примеры, связанные с суммированием. Давайте посмотрим вместе. Пусть, например, первое множество у нас будет отрезок. Это отрезок, и мы хотим его просуммировать с таким же отрезком. Мы хотим взять сумму отрезка с параллельным отрезком таким же, и тогда получится, что это просто удвоенный отрезок. Полезно посмотреть, что будет, если теперь просуммировать не параллельные отрезки, а перпендикулярные. Тогда результат получится совсем другим, и это будет, как ни трудно, убедиться. Вот такой квадрат или прямоугольник. То есть суммирование Минковского не уважает, вообще говоря, размерность. Третий пример – это, допустим, мы хотим просуммировать квадрат с окружностью. Давайте посмотрим, что получится. Это важный пример. Он простой, но тем не менее такой иллюстративный. Как нам изобразить результат сложения? Значит, смотрите, нужно взять вот этот самый квадратик. Ну и представьте, что вы прибавляете к нему вот этот круг. И тогда что получится? Давайте я сделаю вот, что я опишу вокруг нашего исходного квадратика еще один со стороной равной… Длина большого квадрата равна длине стороны малого квадрата плюс диаметр вот этого круга. Но это, конечно, не есть результат сложения. Чтобы изобразить результат сложения, нужно, как ни трудно понять, убрать вот такие вот уголки. Что эти все четыре уголка нужно убрать и вместо них нарисовать дуги окружности. Сейчас попробую это сделать. Так, ну, как-то так. Так, не очень красиво, но вот это дуги окружности. Значит, вот результат сложения. Значит, смотрите, здесь у нас есть нот наш маленький квадратик плюс четыре таких прямоугольных полосы. Нам очень понятно, откуда они появляются. Плюс четыре полукруга, которые вместе складываются в один круг. Значит, вот запомните, это важное представление. Оно нам понадобится в будущем. В будущем мы про это вспомним еще. Так, хорошо. Давайте вернемся сюда. Ну, вот немножко более сложный пример, который я взял тоже из интернета. Значит, подумайте, почему вот тут такой результат получается. Так, хорошо. Значит, это сложение Менковского и теорема, которую мы сейчас обсудим, следующая. Пусть у вас есть два конечных множества. И мы берем коническую оболочку одного из них и выпуклую оболочку другого. И тогда сумма Менковского получится... Оказывается, что это будет полиэдр. Я напомню, полиэдр у нас оперелся через систему выпуклых неравенств. Вот, а, значит, это способ его определить через выпуклые оболочки и через сумму. Ну, забегая вперед, любой полиэдр имеет тоже... Значит, пока что утверждается, что такое множество с полиэдром, но любой полиэдр тоже имеет такое представление, и это мы сегодня тоже увидим. А это пока что легкая часть этого утверждения. В одну сторону. Давайте поймем, почему это так. Значит, смотрите. Это следует из того, что вот наше множество М, которое есть вот эта вот сумма, это просто проекция более сложного множества, М штрих, которое здесь написано. То, что проекции полиэдров являются полиэдрами, это мы в прошлый раз обсуждали. Значит, это следует из теоремы Фурия-Моцкина о точном описании проекции. Вот. Но осталось понять, почему, собственно, проекция М штрих является множеством М. Ну, смотрите, это все ясно, на самом деле, из вот этого представления. Что, во-первых, что это за множество М штрих? М множество М штрих у нас лежит в пространстве большей размерности. Вот, а именно, как написано. Значит, ВИТ и УЖТ – это наши фиксированные элементы, какие-то векторы. Значит, АТ и С – координаты. То есть, например, комерный вектор Т имеет координаты Т1 и так далее и так А. Ну, и М верный вектор С имеет координаты СЖТ. Вот. Значит, вот мы определили множество М так. Значит, то, что М является проекцией, это видно из определения. Значит, у нас здесь наложены вот эти ограничения на Т и С. Т – это просто… Значит, напомню, вот это Т, значит, вот эти суммарные единицы, означает, что речь идет о выпуклой комбинации, а если такого ограничения нет, а просто требуется неотрицательность, то это идет речь о конической оболочке. Вот. Ну и очевидная у меня есть проекция. И понятно, что это полиэдр просто потому, что вот эти все уравнения, которые здесь написаны, они задают полиэдр. Что такое полиэдр? Полиэдр называется система неравенства. Ну, значит, вот неравенства здесь есть, вот они. Ну, а равенства – это два неравенства. Меньше равно и больше равно. Все они линейны. Так что М штрих полиэдр и проекция тоже полиэдр. Так, хорошо. Ну, это простое утверждение. Значит, в обратную… Сейчас мы будем доказать в обратную сторону. Так, и начнем мы с… с такой леммы. Значит, если у нас конус, задается вот такой системой уравнений. Давайте я сейчас напомню, что это вообще значит. Значит, я напомню. Давайте вот сюда мы пойдем. Вот, значит, вот эта запись это запись P, A, Z. Это просто значит, что мы рассматриваем множество X, удовлетворяющего вот такой системе уравнений. Значит, в данном случае у нас Z равно 0. В данном случае у нас Z равно 0. Ну и тогда это очевидно… Тогда это очевидно конус, да, получается у нас. Потому что если A, X меньше равно 0, то любая… Ну, в общем, очевидно, что… Если точки X и T не зря это не нравится, то очевидно конечная комбинация тоже… Тоже это не нравится. Так, значит, наша цель доказать, что… Давайте обозначим это через C. Тут у нас есть такой конус. Наша цель доказать, что C является конической оболочкой некоторого конечного множества V. Итак, давайте это сделаем. Значит, у нас есть матрица A, которая стоит из строчек A1, A2, A1, A2 и так далее. А… Давайте… АК. Значит, это строчки матрицы. Давайте… рассмотрим такой дуальный или двойственный конус. Это и есть конус. Жденный вот этими строчками. Так. Ну, мы знаем из предыдущего… Из предыдущей теоремы, что… Что такое конус, да? Конечный пораженный, он является полиэдром. Да, значит, это мы вот только что догадали. Поэтому C' записывается в некоторой конечной системе уравнений. для некоторого набора бейтых. Так, и, значит, давайте мы докажем, что C совпадает с конусом порожденным B1 и так далее Bm. так. Окей. Ну, действительно. Действительно. Значит, первое наблюдение. так как Bt ажитое меньше равны нулю. Ну, да, почему это так? Ну, потому что C' имеет два представления. C' – это конус, натянутый на аитое, и сглубленная система уравнений. Ну, вот представляете эти вот аитое сюда, и получаете вот эти неравенства. Значит, ну, раз так, то это означает, что B и T принадлежат C для всех I. Да, это потому что C у нас так изначально был задан. Ну, следовательно, конус порожденный B и T B1 и так далее Bm содержится в C. Так, давайте сообразим, почему больше там ничего не лежит. для этого мы возьмем да, предположим, что есть такой вектор, что Y не принадлежит вот этому конусу, но при этом Y принадлежит C. Так, значит, смотрите, поскольку у нас конус, вот этот, который порожден B, является полиэдром, значит, он задается некоторой системой уравнений. H3X, H3X меньше равно нуля. Значит, для некоторой, ну, некоторой гуи матрица H3. Давайте здесь возьмем такую строчку за штрих, такую, что B, это от омега была бы меньше равно нуля, но при этом омега на Y было бы больше нуля. Да, ну, поскольку Y принадлежит большему конусу, да, C, пока что он больше, но он принадлежит меньшему, то должно вот это выполняться. хорошо, но тогда получается, тогда отсюда вытекает, что омега принадлежит C-штрих, который есть конус, я напомню, порожденный A1 и так далее AN, и при этом тогда получается, что омега умноженное на X неотрицательно, для любого X принадлежащего C. Но это привлечь, что этому условию омега на Y больше нуля. Так, хорошо, значит, у нас получается, что конус, да, конус, который задается уравнением AX меньше равно нуля, он у нас конечный подожденный. Ну и отсюда мы сейчас извлечем вот это общее представление. Смотрите, у нас мы доказали, значит, смотрите, что мы хотим, еще раз напомню, мы хотим доказать, что любой полиедр представляется в виде суммы выпуклой оболочки конечного множества плюс конечная оболочка конечного множества, да, значит, пока что мы доказали как бы частный случай вот этого дела, то есть, если у нас есть какой-то конус, тогда он является выпуклой, отгонавляясь конечной оболочкой. вот, но отсюда легко извлечь общую ситуацию, да, значит, давайте посмотрим, как это делается. пусть теперь у нас общий случай, то есть у нас есть полиедр p, az, да, то есть множество x таких, что ax меньше равно z, и давайте рассмотрим вот такой вот конус в пространстве большей размерности, то есть мы добавили еще переменную лямбда, неотрицательную, такую, что вот выполняется такое неравенство. Значит, эта штука, это тоже конус, ну, из утверждения, которое мы только что сказали, оказывается, что, значит, мы получаем, что k порожден конечным набором каких-то векторов, баитых, лямбдаитых. Теперь мы делаем следующее, мы разбиваем все это множество на две категории, первое, это те, где лямбдаиты, а, смотрите, без ограничения общности можно, конечно, вот эти вот лямбдаиты, ну, там, путем умножения соответствующей строчки в неравенстве, ну, соответствующей в неравенстве на константу, можно добиться, что они либо единицы, либо ноль. Значит, просто вот эта вот система неравенств, это просто какие-то строчки. Ну, это походите по строчкам, там, где лямбдаиты у вас нули, вы так их вставляете. Если где-то, ну, делите на константу, чтобы так, чтобы лямбдаиты превратились в единицы. Вот, ну, после того, как вы это проделали, значит, мы берем те строчки, где лямбдаиты единицы, а там, где нули. И мы берем множество q, которое есть выпуклая комбинация соответствующих бейтах, и множество c, которое есть коническая комбинация соответствующих бейтах. Ну, и когда у нас x принадлежит? Когда у нас точка x принадлежит исходному полиэдру? Значит, тогда она принадлежит, когда точка x1 в большем, в простомстве большей размерности принадлежит вот этому самому конусу k. Ну, а это значит, что x1 принадлежит вот этой конической комбинации. Ну, а теперь, если внимательно посмотреть, что значит коническая комбинация? Чтобы это получить, вам нужно, если вы напишите коэффициенту, что x1 это есть коническая комбинация вот этих штук, то вы увидите, что тогда точка x складывается из конической комбинации множества c, из элемента множества c и элемента множества q. Потому что вот понятно, те коэффициенты, где лямбдаи у нас не нули, они обязаны просомнироваться в единицу. И у вас получится реально выпуклая комбинация. Вот, значит, ну, вот это не хитрое утверждение, значит, все внимательно посмотрите, почему так получается. Вот, ну, значит, это вот такой прием довольно часто в этой науке встречающийся, что какие-то часто утверждения легче доказать для конусов, но потом это можно переносить на более общую ситуацию. Так, хорошо, значит, у нас мы тем самым получили, значит, это замечательное утверждение, что плеедр это в точности множество вот такого вида, как здесь написано. ну, а теперь, если мы хотим, теперь мы задаем вопрос, что такое тогда многогранники, многогранники, это ограниченные полиэдры, ну, и понятно, что ограниченные полиэдры, что значит ограниченное вот в этом представлении, это значит, что коническая часть отсутствует, значит, коническая, значит, неограниченность, неограниченность, она может быть только если есть вот это вот нет реальной конической части но вот отсюда следствие до что многогранник можно прилить двумя способами его как граничник полидор либо как выпуклая оболочка конечно может так хорошо значит это утверждение конечно в общем интуитивно ясное но если подумать когда мы решим задачи что думаем про эти вот многогранники то у нас обычно работает хорошо одно из этих определений и если одно работает то другое не особенно хорошо работать другой не особенно что-то 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 очень удобно проверять в терминации апеллируя к суммам сумма минковского что-то вот к уравнению вот но это факт неочевидный тем не менее хотя и конечно очень интуитивно понятный значит и занимались им известны люди вроде минковского так значит основной результат который мы сегодня обсудим это вот такая теорема которая как и многие утверждения в этой науке сформулирована в виде двух виде альтернативы есть два утверждения если одно верно то другое неверно наоборот хорошо давайте посмотрим что тут утверждается у нас есть векторы один так далее а м и вектор b и тогда одно из двух либо б можно представить как неотрицательную линейную комбинацию некоторого множество независимых векторов из вот этого набора значит это один случай да а если это не так то найдется гипер плоскость вот как такого вида c от x равна нулю которая будет содержать линейно независимые векторы т минус 1 линейно независимых из этого набора где-то это вот такой ранг и вот она будет таким свойством обладать c скалярность b будет отрицательных будет отрицательным а c скалярность каждого из ажи так больше ну ну значит ну если вы что-то такое первый раз видите то обычно трудно разобраться что тут к чему почему вот одно противоречит другому вот но давайте 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 разбираться так и что во первых значит первый первое замечание первое замечание что мы можем сразу считать что вот эти один и так далее а м у у нас порождают все пространство то есть ты вот это вот параметр t который был в формуле вкатерием он равен n да значит если это не так то мы можем просто взять линию на оболочку вот этих векторов а и уже с ней только работать так значит почему вот эти два условия друг другу противоречит ну это обычно очень просто бывает понять что именно там нужно взять правильное скалярное произведение чтобы видеть ну вот здесь например да значит у нас есть вектор b он задан до алекса мы ищем вот ежели бы в такой форме представлено то ценам найти не удастся потому что мы можем скалярно вот и вот это вот равенство умножить на c и тогда получится что c на b это комбинация с не отрицательными коэффициентами чисел c а c и ажитое а в условии мы хотим до второй случай пункт 2 вот это литератива мы хотим чтобы c b было отрицательное а ци ажи цена и ты наоборот наоборот больше равна нуля вот то есть так не получится ну очевидно конечно тогда что действительно 1 и 2 одновременно не случаются так хорошо давайте мы сейчас это докажем значит только я сразу озвучу некоторые некоторые следствия ну значит следствием из этого является одна из форм теорема кратиадории теорема кратиадории мы уже обслужили на семинарах а ну а там не бывает разной формировки но суть всегда в одном что если у вас что-то лежит в конеческой там или упаклой оболочки то всегда можно вот любой элемент этой оболочки представить в виде линейной ну или там выпуклой комбинации всегда в чем-то не сразу в процентах априори меньшего числа векторов чем можно было предположить вот значит в вот этой версии теорема кратиадории граждан что их можно забрать ли не независим ну вот советую сравнить с тем утверждением которые мы успели обсудить на на семинаре так хорошо значит вот это вот немедленное следствие из из теорема да она просто получается это реализуется пункт 1 чем в этом же пункте 1 и утверждается что можно выбрать именно можно найти множество независимых линейных векторов не просто там независимых вот значит то есть вот эта теорема кратиадории вы ну получается просто как такой частное следствие так само доказательство довольно довольно любопытно что но там довольно часто такого рода утверждение доказать не конструктивно а вот с рассуждениями типа аля теорема ханбанах что вот есть множество есть там . но что вы скажем буквы множеством угла . там найдется какой-то такой вот функционал который например делит . это все более-менее вот вокруг этого все эти утверждения из той же из той же серии мы обсудим наш попозже ну вот как именно с теоремой ханбанах все это связано той формировки она видимо знакома вот а значит вот этот вот доказательство но взятое из книги хривера начинаем интереснее что у нас совершенно конструктивно здесь можно прямо вот строить вот эти вот базисы и значит что доказывается при леснике был алгоритм который пытается построить одновременно и разложение б продолжение вектора b на на а и ты и одновременно ищет вектор c на на счету априори мы не знаем что мы найдем либо меры на нем разложение ли мы найдем этот вектор c но алгоритм в конце концов даст вам либо одно либо другое и значит алгоритм по сути это вот некоторый такой как бы прообраз вычислительного алгоритма именно simplex метода ну вот почему это так но вот это можете по книжке с хейера попытаться в этом разобраться так хорошо значит что происходит мы еще раз скажу мы теперь считаем что ты равно n если все к этой ситуации и значит мы первым шагом выбираем некоторые базис среди векторов а обозначим вот d1 а дальше происходит следующее дальше происходит следующее так ну мы разложим разложим по базису и смотрим а вдруг у нас же получилось чтобы с разложился не отрицательными коэффициентами если получилось но отлично все начинает мы закругляемся потому что реализовалась альтернатива 1 если нет мы смотрим на коэффициенты начинать все как-то упорядочено да значит у нас здесь важно что вот эти вот все а это не пронумерованы мы смотрим коэффициенты и берем 1 а и ты у которого отрицательный коэффициент лямбда и ну раз у нас пункт 1 пока не проводился пытаемся сразу 2 мы берем такое c которая на этом самом на окатом вот этом наименит значит не мечтал наименит число к на котором у нас получился центр значит мы берем такое c которая на этом окатом дает единичку а на всех остальных на четверг отца зануляется хорошо взяли c это претендент на реализацию пункта 2 смотрим теперь что мы хотим от c значит мы хотим чтобы c было не отрицательно на всех аитах да значит обратите внимание что автоматически так получилось что c c у нас отрицательный на б подумать почему так вот мы выбрали что вот это свойство c c от b меньше 0 но сразу реализовалась значит мы хотим чтобы теперь на а на всех а c было не отрицательно ну если если так получилось то все мы на этом закончили если этого не получилось да то мы берем опять наименьший такой индекс для которого значение сцена с отрицательно вот такой ну вот значит парень там все порт но вот мы выкидываем из этого байса то есть наоборот наоборот значит у нас значит мы его добавляем в наш базис да мы его добавляем наш базис от оттуда выкидаем вот этого плохого с точки зрения с точки зрения 1 что нас сначала мы тестируем один если не получилось один реализовать ну там седва реализовать если будешь за реализовать то смотрим кто нам мешает но такая смешает а к с помогает ну вот и мы выбрасываем а к и добавляем с получаем новых базис вот почему кстати это байс смотрите значит это это просто проверяется базис подумать почему ну и и и заново и заново поставляем их итерацию ну вот так ну и почему же у нас вообще что-то получится давайте попробуем разобраться так так ну что может почему алгоритм может не реализоваться но может он может зациклиться единственные 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 варианты то что берем зациклиться это значит что у нас есть некоторый базис да а с каким-то номером а значит дальше будет за ним пойдет да плюс один и так далее и так далее и нас получится базис db который совпадет с этим байсом да что-то у нас получится какой цикл а мишка так значит доказательства того что такого быть не может для этого мы берем некоторые специальные векторы а а именно р максимальный из номеров и так далее м и что а р выводится из а и так далее db минус 1 значит я напомню алгоритм у нас устроен так что на каждом шаге мы выкидываем каких-то каких-то плохих ребят вот и вот мы смотрим на этих плохих ребят которые вылетали из до до плюс 1 так далее до 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 b минус 1 и значит берем из них максимальный берем максимальный номер то есть на но и значит ситуация такая что у нас был до 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 плюс 1 ну и в какой-то значит момент вектор а р покинул множество д.б. мы выбросили вот но поскольку он же был да да а потом вернулся опять в д.б. то это значит что он в некое множество некоторое множество д.к. в каком-то шаге опять вернулся ну и поскольку это такой вот максимальный такой вектор нам это в частности значит что д.п. пересечь с а р плюс 1 и так далее а м это есть д.ку. пересечь с а а р плюс 1 и так далее а м так значит пусть д.п. пусть у нас д.п. состоит из базиса а а g 1 и так далее а а g n а 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 значит давайте мы вектор b представим в виде вот этой суммы разлом по байсу лямда джи катая вот по этому байсу байсу д.п. а джи катая катая значит и умножим b на c к значит напомню значит алгоритм у нас есть пункт 2 до в котором строится вектор кандидат на вектор c вот мы называем цик а вот мы берем этот самый цик а из этого байса д.п. да значит разложили по байсу д.п. значит новый вектор берем из из байса из байса д.п. так тогда значит я напомню мы хотим провести связи к противоречию значит мы утверждаем что вот такого зацикления байсов быть не может тогда с одной стороны цикл на б у нас меньше нуля это по построению нам ну то есть все вот эти ци они как минут хотя бы вот это свойство что они меньше нуля на б они всегда да всегда есть значит с другой стороны но вот здесь противоречия и вот в этом противоречия значит мы умножаем б на цикл и получаем что посмотрим на правую часть да значит правая часть это сумма лямбда кажетая аж к цикл вот оказывается оказывается вот все вот эти штуки по построению уже больше равны нуля то есть значит смотрите как проверяется что зацикления не будет значит мы берем базис полученный одной итерации берем базис и берем вектор c полученный другой итерации раскладываем b по базису умножаем на c по построению должно быть вот c на q на b меньше нуля но при этом при этом оказывается что вот это вот вот в этой правая часть на правой части все не отрицательны то есть в этом противоречие опять противоречие получать того что мы вот вот равенство b равняется сумма домножили на цена некий вектор и получили что справа меньше слева меньше на справа больше так то есть остается доказать вот это само утверждение 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 что вот эти что значит что вот эти причины не отрицательны так давайте я вернусь к слайдам давайте я оставлю сейчас вот этот вот аккуратный анализ почему так получается что он самим значит здесь три случая здесь три случая надо разобрать в случае коэффициентов значит меньших r равных r и больших r да значит для каждого по построению получается вот так как так как получается да значит например значит вот здесь у нас условия то что а r выводится из b дает не отрицательных не отрицательных не отрицательных коэффициентов для и жит для для которые меньше чем для индексов меньше чем r да это вот из а значит это это раз да значит по построению и с другой стороны значит тоже не отрицательные во всех случаях получается что вот эти самые произведения вот эти самые произведения получается не отрицательные нам значит разберите все эти ситуации значит здесь надо ну понятно здесь надо использовать максимальность вот этого индекса ну и самим вот этим вот условием какие какой именно какой именно вектор выводится значит напомню там у нас было условия что у нас там выбирается в алгоритм в пункте 2 выбирается наименьшее число среди тех которые которые имеют неотрицательный коэффициент значит все которые имеют все которые с меньшим индексом они они не отрицательны то есть отсюда следует вот это Ну и все остальные условия тоже проверьте. Вот, ну, значит, тем самым получается, вот, доказается такой линейной интернативы. Значит, мы еще увидим много таких такого рода альтернатив. Ну, собственно, большая часть утверждений состоит в этой науке. Вот. Но, значит, еще раз подчеркну, что вот это доказательство, оно стоит особняком, потому что это действительно реальный алгоритм. То есть это не просто никакие существования, а нечто гораздо более конструктивное. Тем оно и интересно. Так. Давайте пойдем дальше. Значит, одно следствие... В основном нам это сейчас будет нужно не для алгоритмов, а для следствий. Значит, одно следствие мы уже обсудили, это тюрем Кратиадоре. Значит, второе следствие — это, значит, знаменитое утверждение, называемое леммой Фркаша. Так. Значит, давайте смотреть. Значит, пусть у нас есть отображение А из РН в РМ и вектор В из РМ. Мы решаем уравнение АХ равно В. Значит, Х — это у нас неизвестный вектор из РН. Вот. Но нам важно решить не просто уровень АХ равно В, а нам еще очень хочется, чтобы Х был неотрицательным. Вот. И, значит, оказывается... Ну, понятно, что решение может быть, а может и не быть. И вот если оно есть, это решение, да, то это то же самое, то оно равносильно такому условию. У на В больше равно нуля для любого вектора У, удовлетворяющего условия А трансформирования на У больше равно нуля. Да, значит, обратите внимание, что здесь формулировано два равносильных утверждения. Да, значит, вот в прошлой теореме была альтернатива либо одно, либо другое. Значит, а здесь два равносильных утверждения, но, значит, на самом деле это, в общем, то же самое. Если вы возьмете отрицание новых утверждений, то вы получите опять альтернативу. И часто бывает, что одно и то же утверждение вот так по-разному формулируется. Так, то это не всегда бывает так легко сразу сообразить, какая формулировка удобна. Так, ну, давайте смотреть. Значит, опять, как во многих этих утверждениях, значит, здесь два утверждения, что одно из одного следует одно, а из другого другое. И всегда так бывает, что одна из этих импликаций, она простая, а вторая сложная. Ну, вот здесь, вот здесь, пусть у нас, значит, какая импликация у нас простая. Значит, пусть у нас есть решение, ах равно b, причем х больше равна нуля. У х все компоненты неотрицательны. Давайте умножим это скалярно на у. Вот это равенство, значит, получается, у на b равняется у умножить на х. Значит, дальше мы транспонируем матрицу, перебрасываем это на у. И мы получаем, что если существует неотрицательное решение х, во-первых, да, что это мы предположили, и второе, что если а трансформирование на у неотрицательно, то эта штука больше равна нуля, очевидно. То есть, если неотрицательное решение не существует, то вот это второе утверждение, что х на b больше равна нуля для соответствующих игр, оно очевидно. Так, почему верно обратно? Вот это уже, как правило, не так просто, но по модулю вот того утверждения, которое мы сейчас догадали, вот эта теорема о линейных неравенствах, это все тоже достаточно просто делается. Значит, пусть нет решения уравнения ах равно b, да, но это значит, геометрически это значит, что b не принадлежит конусу, порожденному столбцами матрицы. Вот, и теперь, если мы посмотрим, если будем вспомнить теорему о линейных неравенствах, о которой мы догадались, то там есть два пункта. Пункт 1 – это что b является линейной комбинацией векторов. То есть, утверждение, значит, пункт 1, как он вспомнил в теореме, он подразумевает, что b принадлежит этому самому конусу. Вот, и, но поскольку это точно не так, то реализованно, реализованно, реализованно 2, реализованно пункт 2, этой самой альтернативы. Ну, а теперь, значит, на пункте 2 утверждается существование некоторого c. Ну, значит, когда мы это применим, то мы получим, что, значит, в качестве вот этого самого, в качестве самого вектора b, который мы ищем, он, взять вот этот самый c из утверждения теоремы. Значит, проверьте, что вот то, что утверждается в пункте 2 теоремы, это именно вот это она есть. ну и так геометрически это просто действительно означает что если если бы не принадлежит конусу то тогда бы отделяется от курса теорема об отделенности точки выпуклых и точки от выпуклого множества ну одна одна один из вариантов и сам теорема вот но это мы еще подробнее обсудим теоремы ханнабанаха вот пока что это просто следствие этой системы ну я опять обращу ваше внимание что просто в качестве бонуса пункт 1 этой теоремы содержит теорему квартир дори о том что если что-то лежит в конусе то она представляется еще в виде не просто комбинации конической независимым оконечная цель независимых векторов что само по себе тоже не очевидно так хорошо начнем и фаркаша она будет встречаться в самых разных видах и по разным поводам и на 1 нот в этой науке одно и то же утверждение часто имеет разные разные версии есть вот это лемма фаркаша это утверждение о существовании отрицательных решений а если мы фаркаша о существовании решения разрешимости линейных неравенств да значит это не отрицательное решение а вот линейные неравенства давайте посмотрим значит разрешим из системы линейных неравенств а x меньше рамб значит смотрите а и b опять нам даны выходим и решаем систему линейных неравенств а x меньше рамб это эквивалентно тому что b на на y не отрицательна до для каких игреков для тех игреков которые не отрицательны и было свойством а трансформированный на y равно нулю ну давайте чтобы немножко опять понять вот эту логику и как вообще в принципе такого рода утверждения как их не забывайте самому в принципе восстанавливать если учет подзабыли не очень просто и все держать голове но если вы поймете логику то это не так уж сложно и смотрите что мы хотим мы хотим уметь решать вот неравенства такие а x меньше рамба значит во всех этих утверждениях да нужно символировать нечто двойственное то есть некое утверждение как бы в некотором двойственном пространстве переход двойственности в себя скалярное произведение начинаем нужно вот из там какого-то неравенства перейти к другой системе неравенств через скалярное произведение в данном случае давайте мы предположим мы заказываем легкую часть мы предположим что 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 вот эта система неравенства разрешима x меньше рамба разрешим ну хорошо давайте возьмем какой-то y которым будем скалярно умножать на b и какие-то из него средствия и утверждение о существовании решения получить нейтральное следствие как это сделать ну ну во первых мы значит мы знаем что при неравенство нельзя умножать на на любое число неравенство можно только на неотрясательные числа поэтому чтобы получить что-то нет реальное нам нужно правильно умножить вот это вот это вот неравенство и чтобы у нас получилась осмысленная операция нажать мы должны на неотрясательное число на неотрясательный вектор мы умножаем все на неотрясательный вектор иначе неравенство не сохранится хорошо значит пусть вектор нет значит это одно из условий теперь это одно из условий которые будем накладывать на y ну хорошо значит взяли неотрясательные умножили получили b на y большее равно а x и грек ну мы уже знаем что следующий шаг это просто перебрасывание матрицы получили чтобы на игре больше равно чем это вот штука ну дальше мы хотим получить некое не то реальное утверждение некая нет реальная некоторое не реальное утверждение для едика как мы это можем получить да что мы можем сказать про вот это вот произведение x нас вообще произвольный вот когда решаю вот в прошлый раз мы решали уравнение но x мы предлагали не отрицательным а здесь и такого мы сейчас не предполагаем они решаем неравенство x какой угодно вот если x какой угодно то что-то нет реальное можно получить только при таком условии что адрес премьер на y это 0 но вот отсюда вытекает что если адрес премьер на y это 0 еще раз если если решение неравенство существует что-то вот нечто нечто не материальное утверждение про x а это материальное утверждение про и если один верно то тогда для всех игреков таких что игрек больше нуля и адрес премьер на y это ноль получается чтобы на y больше равна нуля больше равна нуля что-то из этих условий двух вытекает чтобы это ну вот так получилось должно что должно так будет этот это простая часть значит как всегда непростая часть на это обратное доказать что то если для всех игреков таких что значит это мы из-за из 1 извлекли 2 значит в 1 утверждается что существует x в 20 утверждается что для любого игрек с такими свойствами как теперь излечь из 2 1 как теперь излечь из 2 1 то есть любого игрека с такими свойствами ну для любых игрек с такими свойствами для которых выполняется вот это вот здесь не равно получается больше это для для которых вот этого выполнена почему тогда существует x ну значит это нейтральная часть но здесь оказывается что все сводится к предыдущему утверждению клейми фаркаша о существование решения уравнения смотрите как мы здесь действуем значит это тоже вот в этой науке такие вот приемы тут часто надо как-то ну вот есть нечто есть и есть что-то 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 что какое-то же неравенствах надо сделать же не уравнениях там наоборот нужно как-то уметь это на утром переходить читка к нам перейти уравнением смотрите мы делаем так чтобы доказать что из 2 следует 1 значит мы переходим в большей размерности что мы берем матрицу а штрих которая составлена из здесь выписано сначала единичная матрица давайте можно нарисовать берется единичная матрица берется матрица а 1 1 2 2 ну и в общем все 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 эти ребята вписываются и берется матрица минуса да значит мы получили матрицу размером 3 n на m зачем нам нужно а затем что мы мы ее можем применить вот эту новую матрицу к вектору y нам только сначала транспонировать надо и условия больше равна нуля означает следующее это бывает тогда и только тогда когда y больше равен нуля и тогда когда а трансформирование y равно 0 почему это так ну потому что понятно почему y больше равна нуля за это отвечает это единичная матрица здесь а значит дальше вы хотите чтобы а трансформирование приеме к игре было больше нуля и минус а трансформирование минус а трансформирование к игре тоже было больше 0 и значит а трансформирование y должно быть равно нулю То есть мы вот это вот само условие, которое у нас было в пункте 2 на у, мы переписали в виде неравенства. Причем в такой форме, так чтобы можно было применить лему Фаркаша в первой версии. Если кто помнит, лему Фаркаша номер один, там как раз вот такое вот условие и встречалось. Хорошо. Осталось применить лему Фаркаша номер один и посмотреть, что там у нас получается. У нас получается условие адрес А штриха номерная больше равна нуля. Для любых таких b от y больше равна нуля. И это значит, что существует неотристательное решение уравнение А штрих х равняется b. Вот это значит А штрих х равняется b. Ну давайте дальше не буду это писать. Опять мы вернем с клайдом. Если посмотреть, что это значит, это получается, что вот этот вот получается такой вектор, опять же, лежащий в большей размерности х штрих такое, что значит, существует решение уравнения А штрих х штрих равняется b. Вот. Но если это переписать в b р n, то получится вот такое соотношение. Вот. Но это и есть то, что нужно, да? Потому что x неотристательное, и все ко всем нет неотристательное в поле мефоркаша 1. Но это значит, что вот это вот значит, вот это вот А штрих х штрих на самом деле это вот это. Значит, если мы посмотрим, что это такое, это будет вот это. И поскольку вот это вот неотристательное, то это больше равно, чем А х2 на х х2 минус х3. Но то, что это х2 и х минус 3, это и есть то решение системы линейных неравенств, которые мы искали. Так. Так, ну, на этом на этом все. Значит, в основном это у меня материал из книги с хривера. Ну, значит, лиму форкаша можно разными способами доказать. Можно доказать методом исключения перемен. Это вы можете посмотреть в книжке Цигера. Вот. Ну, это я доказаю по-другому. Так, на этом на этом на этом все. Давайте. Спасибо. Продолжение следует...